Привет, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западной Вирджинии. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, в номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из Церкви Волна. Мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневном хождении. Приятного просмотра. Книга Иезекииля, 44 глава, 1 стих. Хочу поговорить о том, что Божий дом — мой дом. Здесь сказанное привел он меня обратно ко внешним воротам. Святилище. Бог провел с Иезекиилем личную встречу. Он говорил к нему о том, что происходит в его доме. Когда Бог говорит пророку о том, что происходит в Божьем доме, мы тоже можем чему-то научиться Ветхим Заветем. Тут сказано обращенным лицом на восток, и они были затворены. Скажите громко, были затворены. Эта дверь смотрела на вход в храм, здесь сказано, что она была закрыта. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Обратите на это внимание. Я считаю, что это иллюстрация церкви нашего времени. Порой так грустно видеть, как церковь стучится в двери прошлого, в котором был Бог. Библия говорит, что Господь вошел этими вратами, но теперь закрыл их. Думаю, что очень часто мы, как христиане, и как церковь, стучимся в дверь того, что Бог совершил вчера. Но Бог закрыл эти двери, несмотря на то, что когда-то они были открыты. Если Он закрыл их, значит, они закрыты. Грустно видеть, как христиане и церковь стучатся в двери, которыми вошел Бог. Ведь теперь они закрыты. Это может касаться стиля поклонения, стиля музыки, проповеди, прошлых крусейдов. Бог был в этом, но теперь Он открыл новые двери. Мы не можем прилипляться к тому, что Бог делал вчера. Бывает, что во время общего пения какой-либо песни сходил Дух Святой. Для меня поклонение выглядит именно так. Да, возможно, Бог был в этом вчера, но это было вчера. Он уже закрыл эту дверь и открыл новую. Поначалу, пока я готовился стать пастором церкви «Волна», я слышал много критики, что здесь нет распятий и креста. Почему там нет креста? Почему на стенах не видно распятий? Аминь. Потому что Иисус больше не на кресте. Он жив. И дальше сказано «Потом привел меня путем ворот северных, и я видел его слава Господа, и сказал мне Господь, «Сын человеческий, прилагай сердце Твое ко всему, и смотри глазами Твоими, и слушай ушами Твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях Дома Господа и всех законах Его». «Сын человеческий, прилагай ко всему свое сердце, смотри своими глазами и слушай все, что я говорю о постановлениях и законах храма. Божий дом — это мой дом». Если Бог стал говорить о том, что происходит в его доме, нам нужно слушать очень внимательно. А далее сказано «И скажи мятежному дому». «Итак, говорит Господь Бог, довольна вам, Дом Израилев, делать все мерзости ваши». «И вдобавок ко всем мерзостям вводить сынов чужой, не обрезанных сердцем и не обрезанных плотью». Другими словами, неверны их нравы и мотивы. «Вы не исполняли стражу у святынь Моих, оставили вместо себя их для стражи в Моем святилище». Так говорит Господь Бог, «никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанной плотью, не должен входить в освятилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». «А теперь смотрите, эти левитые священники будут служить в освятилище Моем, как сторожа у ворот храма, то есть пожимать руки у входа, и прислужники раздавать святое причастие». Таким было служение Ветхом Завете. «Они будут заколать всесожжение другие жертвы», то есть собирать пожертвования. Я просто перевожу стих в современный контекст, «и будут стоять пред ними для служения им, за то, что они служили им, пред идолами их, и были для дома Израилева соблазнен к нечестию. Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою». Каково же наказание? Читаем следующий стих. «Они не будут приближаться ко Мне. Они останутся и будут служить людям. Они будут стоять у ворот, собирать пожертвования, служить людям. Но Бог говорит, что наказание будет таким. Вы можете делать все это, но не можете служить Мне». Слышите? Бог желает, чтобы они прочувствовали последствия своего греха. «Сделаю их стражами храма, для всех служб его, и для всего, что производится в нем». Ну а далее 15 стих. «Освященники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицом Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь», говорит Господь Бог. «Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою». Церковь сегодня. Я пришел сюда не для того, чтобы побыть в образе служителя. Прежде всего, все мы здесь для того, чтобы служить Иисусу. Я пришел сюда не для того, чтобы встретить друзей, не для того, чтобы спеть несколько песен, не для того, чтобы услышать хорошую проповедь. Прежде всего, я пришел сюда, потому что Божий дом — это мой приоритет. Иисус сказал, «Я построю церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Кто-нибудь скажите «Аминь». Подумайте о своих нравах и о своих мотивах. Почему вы делаете то, что делаете? Все эти левиты могут продолжать служить народу, но есть группа левитов из определенной семьи, сыны Садока. У этих ребят есть право участвовать в том, что совершает Бог. Кому-то из вас интересно, что совершает Бог. Итак, первый пункт касается он, друзья, тех, кто сейчас находится на Сиберт-Роуд. У них была смелость противостоять остальным. Смотрите, когда остальные израильтяне отступили от Бога, сыны Садока стояли на страже святилища Бога. Они продолжали делать свое дело, смело плывя против течения. Все остальные решили пойти по пути культурной святости, а не библейской святости. Мир говорит, попробуй, прежде чем купить. Не переживай насчет брака. Давай создадим новую идею. Ты сможешь назвать себя кем угодно. Хочешь, назовись мужчиной, даже если твое тело говорит тебе, что ты женщина. Сегодня мир создает давление, пытаясь заставить нас принять его идеи. Мне нравится, что сегодня люди умеют определять пол. людям интересно, кто родится, мальчик или девочка. А вот что говорит Библия. Бога это не смущает. Вы чудно сотворены. Вы сотворены по образу и подобию Бога. Я понимаю, почему мир пошел таким путем. Я понимаю, но вот что я вам скажу. Я этим путем не пойду. Когда речь заходит о браке, я уверен, что институт брака основал Бог. Я всегда буду говорить, что всегда найдутся те, кто верят в чудо и святость брака. Есть сила в том, чтобы произносить клятву и проявлять свою любовь, потому что в этом мудрость Бога. Я знаю, что мир пошел иным путем, но я буду как сыны садока. Когда кто-то скажет, оставь все деньги себе, нет, я пойду по мудрости Слова Божьего, «Давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». Я не буду следовать образцу мира. Я поплыву против течения во имя Иисуса. Если мир говорит одно, а Слово Божие другое, я буду стоять на Слове Божьем. Прочтем 17 стих, в нем сказано, «Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. У вясла на головах их должны быть также льняные». Представьте это где-нибудь в Чесапике. Исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. В поту они не должны опоясываться. Бог говорит о сынах Садока, пусть не потеют. «Когда приходите в мой дом, не потейте». О чем это говорит нам? Это вдохновляет быть спокойным в мире, полном тревог, в мире, полном депрессии, в мире, полном искусственных стимуляторов, которые пытаются помочь вам справиться с жизнью. Бог говорит, когда в храм придут священники, я не хочу, чтобы они обливались потом. Я желаю, чтобы, входя в мое присутствие, они входили во врата с благодарением сердца. Слишком многие христиане сдаются, получив плохой отчет или потеряв работу. Они теряются и приходят в дом Бога с воплем, «Боже!» Но Бог говорит, «Нет, приходя в мой дом, не переживайте. Я Альфа и Омега. Я начало и конец. Не переживайте». Мы тревожимся и такими приходим к Богу. А Он говорит, «Расслабьтесь, все под контролем. Все под контролем. Я с тобой. Я за тебя. Все наладится. Не переживай во имя Иисуса, потому что все под контролем». Мне кажется, что это слово для кого-то сегодня. Надеюсь, кому-то из вас оно помогает. А может быть, и тем, кто смотрит нас сегодня. А теперь это слово для всей семьи левитов. Это 19 стих. «А когда сынам Садока надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды». Почему же так? Чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. Вы подумаете, зачем все это? Они надевали священнические одежды, когда входили в святое место. Бог говорит, «Когда вы оттуда уходите, оставьте одежды там, переоденьтесь, наденьте обычную одежду». Так люди, к которым вы выходите, не будут думать, что, прикоснувшись к вашим одеждам, смогут осветиться. Наденьте обычную одежду. Не знаю, как вы, но я вырос в семье с двумя старшими братьями и двумя младшими сестрами. Мне переходила вся одежда старших братьев. Я носил обувь, которую перед этим относили два старших брата, как только дорастал до нужного размера. Единственная проблема была в том, что ноги у меня были намного шире, чем у братьев. Поэтому все мое детство и подростковые годы я страдал от вросших ногтей на ногах и даже перенес две операции. Обувь братьев была слишком узкой для моих ног. Нет ничего хуже, чем носить вещь не по размеру. Подержанная одежда, поддержанная теология, приходя в церковь, живете ли вы поддержанными откровениями, или вы переживаете личную встречу с Иисусом. Вы живете поддержанными убеждениями или лично получаете убеждения от Бога. Сегодня утром, когда все мы пришли в церковь и начали аплодировать, зачем вы стали аплодировать? Потому что все так делают? Это похоже на возможность прикоснуться к одеждам священника. Вам кажется, что вы осветитесь, просто находясь здесь. Но вы должны лично получить это от Бога. Вы не можете жить поддержанными откровениями. Вы не можете жить поддержанными убеждениями. Когда проходит ящик с пожертвованиями, почему вы жертвуете? Потому что все жертвуют. Я чувствую, что тоже должен это сделать. Почему вы жертвуете? Придя в церковь, почему вы поете? Почему возносите голоса? Я делаю это не потому, что все так делают. Я делаю это, потому что Библия говорит, что вознося Богу хвалу, я вхожу к Нему. Я хлопаю не потому, что все хлопают. Я понимаю, что говорит Библия, аплодируете Господу, это повергнет врага в бегство. в 46-го. В 46-м псалм сказано, что Бог восходит при аплодировании и восклицаниях народа. Иисус говорил, если эти люди не будут славить Меня, тогда камни воззапьют. В хвале есть сила. Я здесь, чтобы воздать Богу хвалу. Не потому, что так делают все, не потому, что так делала моя мать, не потому, что так делал Отец, и так делали друзья. Я понимаю силу щедрости не потому, что все вокруг так делают. У меня нет поддержанной теологии. У меня была личная встреча с Иисусом, и из-за этого я хочу славить Его. А вы живете жизнью поддержанных убеждений. И что происходит с вами, если вы живете по принципам заимствованной веры? Это не ваша вера. Кто-то вам ее передал. Проблема заимствована и вера в том, что она предлагает принципы безжизни и власти. Сейчас объясню. Семь сынов с Кевы. Однажды эти семь сынов решили найти одержимого бесами человека. Они видели, как апостол Павел изгонял из людей бесов и подумали, как это здорово. Они подошли к одержимому человеку и сказали во имя Иисуса, которого проповедует Павел, мы приказываем тебе выйти из этого человека. И бес ответил, Павла я знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие? Не очень хорошо, когда бес вам отвечает, я знаю, кто такой Павел. Он апостол Павел, я знаю, кто такой Иисус, но я не вижу никакой власти или откровений, которые вы лично получили от Бога. Вы используете имя Иисуса, в котором есть сила, вы используете имя Павла, в котором есть сила, но я вижу, что у вас то сила нет, и этот одержимый в одиночку избил семерых сыновей с Кепп. Вы можете подумать, что в такой схватке перевес будет на стороне семерых, но нет. Когда дело доходит до духовной власти, если у вас нет личного откровения от Бога, тогда вы легковесны. Вы усвоили принцип, но не получили ни власть, ни силу, понимаете? Так, а вот этот стих для моего друга Билла, слава Господу, это 20 стих, в нем сказано, и головы своей они не должны брить. Билл, я знаю, что ты не бреешь голову, потому что облысел, так что все в порядке. Я подумал, что это забавная шутка. И не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. Вы спросите, о чем этот стих? Я думаю, что людям нравится стричь волосы, выбривая какие-то рисунки или кресты, только по одной причине, чтобы отличаться. Причина, по которой некоторые любят отращивать длинные волосы и красить их во все цвета радуги, чтобы отличаться. Все прочие одинаковы, а эти люди хотят отличаться. В этом нет ничего хорошего или плохого, это просто реальность. Люди так делают. В конечном итоге получается, что в своем желании они порождают целую культуру. Именно об этом говорит здесь Бог. Сыны Садока имели смелость быть обычными. Имейте смелость быть собой. Вам не обязательно менять свой внешний вид, чтобы выделяться. Бог любит вас такими, какие вы есть. Вам не нужно пробовать все. Мир так старается довести до идеала внешний вид. Но Бог не смотрит на внешний вид. Он смотрит на ваше сердце и действует изнутри наружу. Мир пытается сделать так, чтобы снаружи все выглядело идеально, однако Бог действует изнутри наружу. Если вы посмотрите 21 стих, то увидите «И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор». «И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор», то есть когда он заходит в храм, там не сказано «не пить вообще», но не нужно делать это в Божьем Доме, не делайте этого. То, что вы делаете за пределами храма, это ваше решение. Не напивайтесь. «Но входя в мой дом, не пейте алкоголь», говорит Господь. Какой здесь смысл? Иметь смелость быть трезвым. Библия говорит в Новом Завете «Не упивайте с вином, но исполняйтесь Духом Святым». Разве не интересный пример? «Не упивайтесь вином». Другими словами, между двумя этими действиями есть сходство. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Помните День Пятидесятницы? Люди подумали, что апостолы пьяны. Единственное, что люди подумали об их поведении в результате исполнения Духом Святым, то, что они пьяны. Петр сказал им, «Эти люди не пьяны, как вам кажется». Библия ясно говорит, что есть сходство в поведении пьяного человека и человека, исполнившегося Духом. Я заметил, что напившись в баре или пабе, люди первым делом становятся более шумными, как будто все остальные оглохли. «Эй, как дела-то?» кричит человек своему соседу. «Эй, а что там у тебя?» «Верно? Так ведь они делают, да? Привет! «Эй, не подскажешь, где Вася сегодня?» «Да, примерно так». Первое, вы говорите громче. Второе, вы говорите то, что никогда не сказали бы, будучи трезвым. Вы садитесь рядом с кем-либо и говорите «Послушай, я скажу тебе, дружище, я никогда не говорил тебе, что я тебя очень люблю. Ты мой брат, дружище. Я должен сказать тебе, что я очень-очень люблю тебя». «Верно?» Вы будто открываетесь и делитесь вещами, которыми никогда бы не поделились в трезвом состоянии. Согласитесь, это правда. Так происходит, когда люди напиваются. Они становятся смелее. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Когда вы исполняетесь духом, вы становитесь громче. вы говорите то, что иначе бы не сказали никогда. Друг, вам нужен Иисус. Вам нужно познать Иисуса. Когда я получил спасение, то каждый понедельник на работе меня спрашивали, «Стив, что ты делал на выходных?» Раньше я рассказывал им обо всех своих авантюрах и выходках, это стало традицией утра понедельника. Я работал в магазине полиграфии. Во время перерыва на кофе меня спрашивали, «Стив, расскажи, что ты делал?» В те выходные я отдал свою жизнь Иисусу. Придя на работу, я услышал тот же вопрос, «Что ты делал на выходных?» Я ответил, «Я ходил в церковь». Они спросили, «Что?» «Я ходил в церковь». Мне было неудобно, у меня не было новой захватывающей истории. Через неделю Стив что-то делал на выходных? Я ответил, «Я снова ходил в церковь». Пару недель спустя я исполнился Духом Святым. В 4 утра в понедельник я молился. В 6 утра я пошел на работу. Я не мог дождаться перерыва на кофе. Коллеги уже были готовы посмеяться надо мной. «Стив, что ты делал на выходных?» Они ожидали моего смущения, но теперь я был исполнен Духом. Я посмотрел им прямо в глаза и сказал, «Я ходил в церковь. Тебе нужен Иисус, и тебе тоже нужен Иисус, и вот тебе нужен Иисус!» Я стал гораздо громче, так и сыны Садока. Аминь. Я молюсь, чтобы вы радовались этому посланию. Зайдите на наш сайт и сообщите, что вы смотрели нас сегодня. Я буду рад послать вам подарок. Спасибо за то, что смотрели нас. Я бы хотел помолиться с вами сейчас. Если это послание говорило вам, и вы знаете, что не живете для Бога так, как раньше, может, вы узнали, что Бог реален, и вы хотите принять решение и посвятить Ему свою жизнь, молитесь со мной такой молитвой. И скажите Ему, «Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь, сделай себя реальным для меня. Я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь». Сообщите нам, что вы смотрели нас сегодня, и мы отправим вам подарок. Вам понравится? Телевизионное служение Хэмптон Роудс существует по всему миру. Я бы хотел, чтобы вы приехали со своей семьей в нашу церковь. У нас есть замечательные программы для взрослых, для детей. Наши служения дают жизнь. Мы бы хотели видеть вас здесь. На экране есть все детали и адреса. Я бы хотел, чтобы ваша семья встретилась с моей семьей. Увидимся на следующей неделе. Желаю вам благословений. Мы приглашаем вас на наше воскресное собрание. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться ему и величать его среди наших испытаний. Этот человек является любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним. следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Ох, ох. Продолжение следует...